Это актуальное интервью в студии Надежды Саханская. Здравствуйте! С начала года на территории Якутии зарегистрировано 1720 пожаров, из них 898 в жилом секторе. В огне погибли 62 человека, из них двое детей. Из-за чего происходит большинство пожаров и как обеспечить безопасность в своем жилище, поговорим об этом с гостей студии Ниргуяной Семеновой, заместителем начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий МЧС России по Республике Саха. Ниргуяна Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, какова сейчас у нас обстановка с пожарами в Республике? У нас с начала текущего года в Республике зарегистрировано более 1700 пожаров. Таким образом, у нас идет тенденция, с аналогией, за прошлый год у нас идет снижение примерно 7%, но, к сожалению, на пожарах погибло 62 человека. Также от опасных факторов пожара травмы получили 80 человек, в том числе 13 детей. Под разделениями пожарной охраны спасено 231 человек. Есть ли какая-то тенденция или статистика, в какой период чаще всего случаются возгорания и несчастные случаи? В основном у нас пожары происходят в жилом секторе. Как правило, это происходит в осемне-зимнее время. Наверное, есть наиболее распространенные причины возникновения пожаров. Да, основными причинами пожаров у нас неосторожное обращение с огнем. Это на сегодняшний день 762 пожара от общего количества пожаров, что составляет 43% от общего количества. Это нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, это у нас 403 пожара, и нарушение правил устройства и эксплуатации печей. Но ведь, наверное, проводятся какие-то профилактические мероприятия для того, чтобы не допустить пожары. Вы ведь отметили, что сейчас идет тенденция на снижение общего количества возгораний. Да, в целях недопущения увеличения количества пожаров сотрудниками главного управления проводятся как контрольно-надзорные мероприятия, так и профилактические мероприятия. В настоящее время сотрудниками управления надзорной деятельности по республике проведено более 2000 контрольно-надзорных мероприятий. Какие это мероприятия? Это у нас профилактические мероприятия, это у нас идут профилактические визиты по объектам надзора контроля, объявления предостережений, консультирования должностных лиц, где разъясняются основные требования правил против пожарной безопасности, также консультирование граждан. Установка АДПИ? Установка АДПИ у нас идет планомерно. Со стороны исполнительской власти Республики Сахай-Якутия у нас проведена объемная работа. Более 5 тысяч адресов оборудованы системами АДПИ, что показывает, что у нас ведутся работы. Также у нас еще остается на следующем году около 18 тысяч адресов, где должно установиться АДПИ. Сейчас уже начинается праздничная пора, но, наверное, для сотрудников МЧС России это самое напряженное. Какие мероприятия проводятся ведомством? В целях повышения уровня безопасности на объектах, именно задействованных в проведении праздничных мероприятий, Главным управлением МЧС России по Республике Сахай-Якутия, организованное взаимодействие с органами исполнительской власти Республики и местного самоуправления, также заинтересованными министерствами и ведомствами. Всего взято на учет более 1400 объектов у нас, указанной категории, где будут проводиться эти новогодние мероприятия. Из них более 1000 объектов – это у нас объекты с массовым пребыванием детей. До 25 декабря сотрудниками госпожи надзора запланировано полностью провести на всех объектах профилактические визиты. Нергуяна Николаевна, а вот скажите, с начала этого года стало известно о запретах, что бенгальские огни, например, теперь нельзя зажигать в квартирах хлопушки, тоже идут под личную ответственность тех, кто проживает в квартире или в частном доме, а также запуск пиротехнических изделий в специально отведенных для этого местах. Вот появились какие-то обновленные требования пожарной безопасности? К сожалению, как показывает статистика, у нас каждый год имеет место быть пожаром, где причинами служат именно неправильное использование пиротехнических средств, фейерверков и других пиротехнических изделий. Запускать фейерверк, петарды и другие пиротехнические изделия запрещается внутри помещения. Так же, как и салюты, фейерверки, все это должно быть проведено в специально определенных площадках. На открытом воздухе. Также запрещается применять пиротехнические изделия именно на балконах, на лоджиях, с крыши домов, зданий, помещений. Также вблизи опору и линий лап. Вблизи жилых домов также нельзя запускать, если мы говорим о том, что на крышах запрещено. Да. А что касательно бенгальских огней и хлопушек, которые также лежат на полках магазинов? Бенгальские огни внутри помещения нельзя использовать, а хлопушки? Хлопушки это не петарды, а петарды запрещено. Скажите, а есть ли какие-то тоже контрольно-надзорные мероприятия по поводу запусков петард во дворе жилого дома? Что, например, соседи от этого страдают, что слишком громко или беспокоятся за безопасность своего жилища? Если поступят обращения от граждан. Ага, только в этом случае. Давайте поговорим еще и о пожароопасных ситуациях. Как вы оцениваете готовность объектов с массовым пребыванием людей в этом ключе? Как я сказала, основные объекты, где будут проводиться праздничные мероприятия, это у нас школы, сады, сельские дома культуры, клубы. Данные объекты находятся на постоянном контроле главного управления МЧС. У нас периодически постоянно проводятся контрольно-надзорные мероприятия и профилактические мероприятия. Но в рамках только новогодних мероприятий у нас проведено уже 610 профилактических визитов по данным категориям объектов. По результатам данных профилактических визитов, грубых нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью людей, не выявлено. Получается, что объекты соответствуют заданным требованиям безопасности. Растет ли информированность населения о пользе АДПИ? Мы об этом с вами поговорили. Давайте вернемся. Я думаю, что растет. Есть такая категория населения, где они не подпадают под категорию социально незащищенных, но люди уже осознанно сами оборудуют или через сторонние организации они уже закупают, сами устанавливают эти АДПИ. Народ уже знает, что эта АДПИ может спасти жизнь. Да, были такие случаи. Да, были такие случаи и не один раз. Были случаи, когда именно от оповещения АДПИ именно семья просыпалась и выходила снаружи, что доказывает эффективность данного оборудования. Хотелось бы еще спросить вас о том, какие профилактические мероприятия проходят среди школьников. Ведь было раньше такое, отчасти профориентационные курсы, когда детей знакомят с профессией, а иногда, когда приходят в рамках урока основы безопасности жизнедеятельности и также рассказывают, что спички детям не игрушка. Да, у нас сотрудники главного управления по всей территории республики на постоянной основе уже по плану проводятся данные уроки ОБЖ, классные часы, викторины. Также в старших классах идет работа по профориентации учеников. Насколько успешна эта работа? Насколько много желающих связать свою жизнь с такой профессией? Очень много, потому что, как показывает практика, уже в январе месяце у нас идут комплектации в академиях МЧС, где дети получают профессиональную профессию по направлению пожарной безопасности либо техносферной безопасности. Там уже конкурс образуется. И с каждым годом к нашей радости желающих очень много. Миргуяна Николаевна, хочется вас еще спросить о такой пожароопасной обстановке, когда в случае возгорания неисправная электропроводка. Вот иногда в группу риск попадают елки с гирляндами, когда где-то что-то провод замкнуло и случается возгорание в доме. Что нужно делать в этом случае? Во-первых, все гирлянды для елки надо купить сертификатами соответствия, чтобы таких случаев не было. И перед монтажом использования надо перепроверить все проводки, все контакты. Если с прошлого года, обязательно надо перепроверить, горят ли все лампочки, идет ли запах. Еще надо как бы населостность. Все эти гирлянды надо проверить визуально. Если имеются какие-нибудь механические повреждения, лучше не стоит этими гирляндами пользоваться. Ну и также держать легковоспламеняющиеся украшения вдали от розеток. Да, да, да. Ватные игрушки, бумажные игрушки лучше не использовать вместе с гирляндами. И как, ну в завершении нашей с вами беседы, как еще себя можно обезопасить в праздничные дни от риска возгорания? Ой, хочется как бы напомнить родителям, чтобы не оставляли детей без пересмотра в праздничные дни. К сожалению, ежегодно в республике происходит пожар, когда вот дети одни дома остаются, особенно в праздничные дни. Так, нельзя, никогда не надо использовать пиротехнику в помещениях. А также надо следить, чтобы ночью не оставались включенными гирлянды, другие электрооборудования, которые использовались в елке. Ну, думаю, что надо помнить истину, что пожар легче предупредить, чем тушить. Действительно. Благодарю вас, Нюргуяна Николаевна, за интересную беседу. Я очень надеюсь, что мы провели с вами отличную профилактическую работу в преддверии новогодних и рождественских праздников. Спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.